Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео речь пойдёт о предпосылках и неизвестных страницах создания ЕС, а также о некоторых его скрытых целях. Для начала хочу напомнить вкратце о том, что в предыдущем видео мы с вами вспоминали о том, что в 2012 году закончилась словно эпоха рыб, если брать астрологическое измерение, которое символизировало собою эру христианства, и длилась она около 2200 лет, и наступила эра Водолея, которая собой характеризует именно Русь. И про переход концентрации космических энергий мы с вами говорили, земель Большого Израиля на землю Большой Руси, и то, что Руси Большой предстоит быть центром всемирного цивилизационного развития, ближайшего будущего и уже настоящего. Так вот, в дополнение хочу сказать, что индийская традиция говорит о больших четырёх циклах югах, последний из которых Кали-юга или Железный век, век демонов, век невежества, началась 3000 лет назад примерно и закончилась также в 2012 году. Длилась Кали-юга три астрологические зодиакальные эры — эру Тельца, эру Овна и эру Рыб. Вот как характеризуется эта эра с точки зрения индуизма. Мрачные тропы Железного века, усланные косьми неверных жертв, царят произволы насилия, раздор, ссоры, невежество, разврат, борьба, противостояние, просыпается отчаяние, гаснут последние путеводные огни. Происходит деградация всех жизненных основ, разложение сословной системы, крушение семейных ценностей, начинается межрасовое кровосмешение. Таково значение слова Кали в названии эпохи и ее характеристика. Вот что говорят о Кали священные славяно-арийские писания. Кали-юга есть обитель греха, когда все заняты греховной деятельностью. Люди отвергают духовную истину, занимаются игрой и воровством. Все привязаны к сексу и по мрачающим разум напиткам. На первый план выдвигаются еретики и атеисты. Лженауки будут процветать. Появятся клановые семейные убийства. Беспомощных и беззащитных людей будут воспринимать как легкую мишень для грабежа. Кали-югу девочки 10-12 лет будут беременеть. Общество будет одобрять половые сношения. В раннем возрасте это будет считаться основной потребностью жизни. Говорится в Падмапуране. Во времена Кали правители будут лживыми и порочными. Они будут отнимать собственность у своих подданных. А свои законы будут так же легко устанавливать, как и отменять их. Их благочестие будет ничтожно, а желания ненасытны. В далеком будущем люди будут не в силах больше сносить гнет алчных правителей и побегут в горы, где будут питаться травами и коренями, диким медом и плодами. Вишну Пурана. Воры станут царями. Цари будут не лучше воров. Они перестанут быть защитниками и заступниками для своих народов, а станут первыми врагами, расхитителями их имущества. В эпосе доктрины индуизма, в славяно-арийском эпосе, в Махабхарате, читаем. Грабя и убивая друг друга, люди забудут молитвы, превратятся в воровы-убийц и утратят веру в богов на исходе юг. Отец пойдет против сына, а сын пойдет против отца. Мужи обретут в своих женах врагов на исходе юг. Женщины постоянно будут грубы, дерзки в своих речах и слезливы и откажутся исполнять волю своих мужей. Девушек не будут ни сватать, ни выдавать замуж. Они сами будут искать себе мужей в конце юг. Тайно обманывая мужей, извращенные, порочные женщины бесстыдно будут вступать в связь со своими слугами и со скотом. Будут слы героями робкие, а храбрецы будут жалкие и трусливые. И никто никому не решится верить, когда наступит конец юг. На исходе юг люди отрекутся от друзей и родных и от тех, кто им служит. И постепенно все разбредутся в разные стороны и края, и города, и селения по всему белу свету. Ну, очевидно, что это все в точности описывает тот ужас, то предконечное уже как бы инфернальное, что и происходит сейчас на земле. То есть упадок морали, нравственности, безбожие, забвение исконных традиций, запредельную жестокость, неконтролируемое насилие, глубочайшее вырождение, разрушение окружающей среды. Однако не все так мрачно, поскольку эта мрачная эпоха сменяется Золотым веком или эпохой Водолея, ну, другой традиции. Так вот, из того, что я вам озвучил из древних славяно-арийских писаний, хочу обратить внимание на этой фразе. «Крушение семейных ценностей, разложение сословной системы, деградация всех жизненных основ и межрасовое кровосмешение». То есть об этом, в принципе, и пойдет дальше мое повествование. Видео называется «Неслучайный ЕС» — Евросоюз. Итак, идея возникновения Соединённых Государств Европы царила в воздухе весьма длительное время, больше ста лет, наверное, пока к началу 20-х годов, 20-го века не приобрела вполне конкретные и четкие контуры. Начиная с 60-х годов, 20-го века, в Европу начали активно заселяться представители бывших колоний. То есть это жители африканского континента, ну и так далее, которые в основном начали заселять Францию и Британию, ну и, конечно же, США еще раньше. Для этого в этих странах были приняты специальные указы. И в последнее десятилетие, когда произошла арабская весна, мы с вами видели, как хлынул поток высокопримативного населения с того региона, с североафриканского континента и из арабских стран в Европу. То есть африканские и прочие высокопримативные представители тех народов, которые начали заполонять Европу, попали в ту цивилизацию, которую они не строили, для которых она не имеет никакого значения. Они никоим образом не интегрируются в эту среду, живут по своим правилам, своим понятиям, по своим законам и так далее, и так далее. Я вас уверяю, что с абсолютной уверенностью можно говорить о том, что продолжающийся миграционный кризис в Европе – это тщательно запланированная катастрофа, а не прискорбная случайность или неизбежная закономерность. В течение нескольких предыдущих десятилетий это уже было обозначено на картах, начиная с графа Рихарда Куденхова-Калерги, австро-венгерского аристократа, чья мать была японкой, и который вышел на арену в 1920-х годах и создал план Общеевропейского Союза про образ Соединенных Штатов Европы. Граф Куденхова-Калерги многими воспринимается как отец Европейского Союза. Именно он предложил произведение Бетховена в качестве гимна ЕС. Он также участвовал в разработке герба ЕС, где 12 звезд символизируют 12 колен Израилевых. Герб был окончательно завершен евреем Полем Леви. В число друзей Калерги входили такие влиятельные люди, как Уинстон Черчилль, Отто фон Габсбург, Аденауэр и другие известнейшие фигуры того времени. Отто фон Габсбург стал преемником Куденхова-Калерги в качестве президента Общеевропейского движения. Вон Габсбург имеет почетную докторскую степень университета Иерусалима, а также является лауреатом премии еврейской масонской антидеформационной лиги в Найбрид. Отец Куденхова-Калерги был хорошим другом Теодора Герцля, основателя движения сионизма. Сам граф Рихард фон Куденхова-Калерги в 1950 году получил первый приз Куденхова-Калерги, который теперь более известен как «приз Карла Великого». Этот приз присуждается ежегодно всемирно известным государственным деятелям за продвижение плана объединения Европы, эвфемизма, используемого для обозначения мультикультурализма, массовой эмиграции стран третьего мира, постепенного и незаметного вымирания белых европейцев за счет смешения рас, метисации и скрещивания с более темными расами третьего мира. Граф Калерги описал задуманное объединение в своем выдающемся произведении «Практический идеализм. Практишер идеализмус» еще в 1925 году. Он видел мир будущего, основанный на утверждении превосходства иудеев и последующего растворения всех других национальных принадлежностей. «Будущая евразийско-негроидная раса будет внешне походить на древнеегипетскую и придет на смену нынешней». Огромный позитив в притоке мигрантов в Европу также видят такие известные деятели, как Жак Атали и понтифик Францис, заявляя, что этот процесс представляет огромную возможность для человеческого роста встреч и диалога между культурами во имя укрепления братства между народами. В чем здесь проблема? Почему митизация является такой катастрофой для человечества, то есть межрасовое смешение? Речь идет о том, и это я описывал в своих книгах, детально цитируя светил мировой медицинской науки, о ужасающих последствиях митизации. Нам с экранов кино, телевизоров рассказывают и спаривают то, что это очень классно, когда у вас дети такие смугленькие и так далее. Это не имеет ничего общего с реальностью, это введение в заблуждение. Дело в том, что речь идет о одном из величайших угроз человечества — это полное исчезновение белой расы в ближайшем будущем, о чем я также пишу в своих книгах. На начало прошлого века белая раса представляла, согласно международным статистическим данным, около 12% населения планеты, а в начале 21 века ее осталось всего лишь около 5%. Безусловно, что величайшее достижение в науке и технике, в литературе, искусстве, философских воззрениях и нравственных законах человечества обязано в основном представителям белой расы. И практически все белые люди на Земле являются славянами-ариями, к которым в первую очередь относятся русы, или русские, или русины. Это слова-синонимы в большом смысле этого слова. Славяне Центральной Европы, то есть бывшие Югославия, Польша, Чехословакия, Словения. Австрийцы с их землей Коринтии, которая называлась Корутения, то есть Корусия. Немцы, Скандинавы, Скотты, Валийцы и Ирландцы. Так вот, все белые люди на Земле, белая раса, они близкородственные, согласно той же ДНК-генеалогии. И они, как об этом свидетельствует вся мировая история и мировые изобретения, достижения во всех сферах жизни, обладают определенным свойством, которого нет у других рас. Другие расы не обладают определенным свойством, которое присуще только представителям белой расы. Речь идет о том, что белый человек, или славянин, или рус, кому как угодно в большом смысле этого слова, обладает элементом парадоксальности мышления. Вот эта парадоксальность мышления дает возможность белому человеку познавать такие сферы, делать такие открытия, которые просто недоступны другим расам, если так просто. Это общий, известный, доказанный факт. И вот, что мы имеем. Мы имеем, что представители белой расы, те же русы, проживают в центре Руси, словно Украина, частично Польша, Россия, Беларусь. И сейчас идет мощная атака на то, чтобы уничтожить как можно больше белых людей на этой территории. Глобалисты прикладывают к этому все всевозможные усилия. Второй очаг проживания белой расы находится в Скандинавии, которые также являются русами. В последующих видео я буду более продовольдно рассказывать, почему, как и что. Также очаг белой расы находится на Британских островах Великобритании. То есть это мощнейшие центры, которые могут друг другу противопостоять на земле. То есть это интеллектуально самые максимально развитые сообщества. Так вот, у англо-американцев, которые также частью являются белой расы, они это прекрасно об этом знают. Прекрасно об этом знает их верхушка, элита так называемая, которая прошла негативный церебральный сортинг, выражаясь словами нейропсихолога доктора Наукса Велева. То есть через решето столетиями выпестовывалось, выращивалось самые негативные черты человека именно в британской элите. То есть это черты убийц, грабителей, насильников, воров и мошенников, которые впоследствии стали, грабя и убивая целые народы и расы, наворовав себе большого имущества, стали впоследствии пэрами, лордами и очень уважаемыми людьми до сегодняшних дней. Так вот, они прекрасно знают, что мировое господство англо-американцев может обеспечить только то, что они могут подавить центры белой расы в других местах земли. То есть в центре Большой Руси, Украина, Россия, Белоруссия, Польша путем военного конфликта и путем митизации. То есть та же Швеция, все же вы видели, сколько туда заехало мигрантов, как они там пользуют этих белых девочек вдоль и поперек. Высокопримативные особи, так выражаясь словами психологов, к ним принадлежат арабы и представители негроидной расы. То есть в них развито очень сильно животное начало. И можно тут возразить, ну как же, Англия, она же тоже вся потемневшая. Так да не так. В Англии совершенно другой замес, скажем так, приезжих. Основную ставку они сделали не на высокопримативных людей с севера Африки, арабского полуострова, а на представителей Индостана, которые кардинально отличаются по своему менталитету от тех, о ком мы только что с вами говорили. То есть индусы, пакистанцы занимают лидирующее положение среди мигрантов Британии. Более того, верхушка британской элиты, она не смешивается, она не митизируется сама, никоим образом. Они прекрасно знают это правило. Так я к чему веду? К тому, что любое смешение белого человека с небелым приводит к тому, что потомство, произведённое, то есть уже митизы, никогда не станут учёными, никогда не станут первооткрывателями, инженерами и так далее. Митизация приводит к тому, что исчезает вот эта способность к творению, к созиданию, к божественному промыслу, которое предначертано и дано изначально представителям белой расы. Именно поэтому возвращение и восстановление в учебных программах антропологии, расологии и других подобных наук необходимо использовать не для вражды, а для предупреждения катастрофических последствий расовых смешений для потомства митизов. Эта информация поможет осознанным людям ответственно относиться к выбору своих партнёров и, соответственно, на будущем у своих детей. Важна истинность и полнота знаний информации. Либеральные идеи равенства лживы и ведут к гибели человечества. Именно поэтому для того, чтобы люди не владели данной информацией, эти все предметы, о которых я только что говорил, были изъяты из образования в сведении прошлого века. И во всём мире целенаправленно проводится гуманизация образования, в результате чего предметы, структурирующие мышление левого и правого полушария мозга, сокращаются, либо изымаются вообще из программ – язык и литература, в том числе правописание, физика, химия, математика. В самых прогрессивных финских школах правописание полностью пытаются исключить из программы обучения, считая, что ребёнку достаточно уметь набирать текст на клавиатуре. А ведь именно правописание вместе с чтением книг максимально способствует развитию абстрактного мышления у ребёнка. Само писание и правописание, чему учились наши прадеды, бабушки, дедушки, родители, и мы ещё учились этому упорно в начальных классах школы, запускают такие нейронные сети, выстраивают их у молодого растущего организма, которые сводят воедино сразу тройные циклы, которые вырабатываются в мозгу с помощью формирования и закрепления нейронных связей. То есть ребёнок должен что-то подумать, прежде чем написать, это первый цикл мышления. Потом он должен образно это представить, это второй цикл мышления абстрактно. И третий цикл — это непосредственное делание, когда механически маленький человек, ребёнок, за школьной партой уже непосредственно буквы. Это всё неспроста было, а именно в целях полноценного развития полноценного человека, полноценного члена общества. Согласно данным Андрея Фурцева, профессора МГИМО и многих европейских и американских университетов, европейское, как и американское высшее образование, а также и школьное, было нивелировано в послевоенное время, и уже третье, фактически, поколение вырастает на таком образовании, которое фактически сейчас уже вводится на постсоветских странах. То есть нас опустили до уровня европейского образования, которое нам так рекламируют, и американского, полностью превращая нас в зомби. Вы посмотрите, например, программу новитней украинской школы. Ну это просто ужас, это путь в никуда. Так вот, в Европе, в той же ЕС, мы можем видеть по уровню местных политиков, той же Урсулы, Бербок, Анны и Лены, Макрона, Шольца. Это просто люди, это дегеративность налицо. Не надо быть тут специалистом или доктором психиатрии, чтобы это видеть. Это люди функции, которые не понимают даже, что они делают, и которые просто выполняют команды своих хозяев, глобалистов, наднациональных структур. Узкоспециализированное, узколобое образование, которое успешно внедрялось мировыми управителями в западном обществе, дает людям лишь разорванное клиповое мышление, калейдоскопическое и такую же неполноценную картину мира, выпистыванное либералами и демократами западное общество инфантилов, из-за полного отсутствия критического мышления, абсолютно разучилось понимать и анализировать происходящее вокруг. Чем глупее, тупее необразованнее толпа, тем легче ею управлять. Ярчайшим примером результатов таких внедрений, приведших к умственной неполноценности, являются гибнущие на наших глазах Америка и недеспособная Западная Европа. В силу практически полного разрушения религиозной, расовой и половой идентичности, нынешнее западное общество не способно к собственному воспроизводству ни биологически, ни религиозно, ни расово, ни экономически. И вот в связи с этим активно навязываемая всем любовь к Западу попахивает принуждением к некрофилии. Это не предположение или фантазия, это константация фактов и, увы, горькая правда. Друзья мои, в завершение хочу порекомендовать вам некоторые книги о том, о чем я говорил, где это очень хорошо описано западными специалистами. «Белое самосознание» Джаред Тейлор, в которой он расписал все структуры расовых противоречий на территории США. Ужасы всего происходящего с удивительной точностью описаны в книгах Освальда Шпенглера «Закат западного мира», «Decline of the West», Жанна Распая «Лагерь святош», «The Camp of the Saints» и Патрика Бюкенена «Смерть запада», «The Death of the West». Друзья, подписывайтесь на канал. Ваши лайки помогут продвижению канала. Заказывайте книги, читайте наши материалы на наших сайтах. Все находится в описании под видео. Читайте книги, которые я вам рекомендую, и тогда вам станет очень многое понятно. До новых встреч, друзья!